Ну а закончат программу приятная цифра. 30! 30 дней осталось до Нового года. Представляете, сколько еще нужно дел сделать? Квартальный отчет, подарки купить, елку поставить, нарядить, чтобы немножко эти проблемы от себя отодвинуть. Мы спросили у кировчан, а какой Новый год им запомнился больше всего. Расскажите про самый странный, самый бешеный, самый необычный Новый год в вашей жизни. Нельзя такое говорить, ну как же? Отметили Новый год на крыше с друзьями. Нам там был накрыт стол и фейерверк. Вообще было здорово. И танцевали, и хоровод водили. Да, и елочка была. Дома, в поселке. Отдыхали с друзьями. Большая елка, все такое было. Веселились как могли. Даже елку уронили. Умеете в Иворичах отдыхать? Ну да. Он с картинками, поэтому я не буду рассказывать. Какими картинками? Ну с веселыми. Ну вот, нам это и надо. Стыдно. Я ничего мерзо показания делал. Ничего? Точно? Ну а какой самый был веселый, самый забавный? А самый веселый? А когда вот было, может, ну 30-40 года, 5 лет назад, даже снаряжались в цыганском костюме. Пожалуй, это было в глубоком детстве. Сумасшедшись была в том, что мы так долго катались с горок, что у нас у всех штаны были заледенелые. На площади танцевали возле боковой бутылки, хоровод водили. Вот я с мужем познакомилась. В новом? В общем, новогодний вечер, да. В больнице был вечер новогодний. Вот он туда пришел. Случайно его пригласили. Познакомились и все, не расстались. Хотя он был женат. На базе отдыха. В снегу забыли продукты. И потом уже искали, и под утро только нашли, когда было светло. Ну, наверное, в армии был самый дурной в Новый год. Сначала было очень голодно и холодно, а потом было очень сытно и весело. Когда мы работали в Бельгии, в Брусселе, вот там был сумасшедший. Медведица перестала рычать. Она во время танца должна рычать. Она танцует и рычит. Микрофон дает. Р-р-р-р-р. Ну, она перестала рычать. Загуляла, надо жениха было искать. Но не рычала. Медведица говорит, вы будете рычать за нее. Я встаю, закручиваю. В следующий раз подает микрофон. А я что-то промолчал чего-то. И после окончания. Ребята, ты что не рычал? Я говорю, слова забыл. Как рычать забыл? Слова забыл. Все хохотали. Говорят, ну ты даешь. Играй гармонь у нас. Сами играли гармошки. А вот сейчас даже не играют. Я сколько раз говорил, почему сейчас в деревнях не играют гармошки? Стесняются. Сада у ягода, малинка, малинка моя.